Ужасно, что повсеместно люди забывают о их обязанностях. Сейчас мы расскажем еще о некоторых преступлениях, которыми занимаются адвокаты, правозащитница из Петербурга Ольга Цветлина. Тогда начну с дела у Морали Назарова. Ребенка отобрали у мигрантов, и ребенок умер. Я как адвокат, профессиональный юрист, была уверена, что отобрать детей у матери, кровных детей, можно только в двух случаях. Первое – это решение суда, состоявшееся, и второе – это прямая угроза жизни ребенка. Но оказалось, что это далеко не так. И в процедуре выдворения мигрантов дети у них отбирают детей. Это случилось с Зариной Юнусовой, когда сотрудники полиции и миграционной службы пришли в жилище, где она кормила грудью своего шестимесячного малыша, взяли ее без переводчика, без адвоката, доставили в отдел полиции, и в отделе полиции насильно оторвали ребенка от матери. Мать повезли оформлять в процедуру выдворения, а ребенка отвезли в больницу Цымбалина. На следующие сутки матери не дали никакой информации, что с ребенком, куда его отправили. И сказали, ну вы утром приедете на следующий день в больницу и его заберете. Но на следующий день в больнице и сообщили, что ребенок умер. Причина смерти была на тот момент неизвестна, и началось расследование. И вот в процессе этого расследования мы увидели, что никакого эффективного расследования не проводится. И причиной смерти ребенка назвали некий вирус, цитомегагалловирус. Это вирус герпеса, который есть у 90% населения планеты. И вот этот вирус привел к такой мгновенной смерти в больнице. Дело расследуется, проводится очередная экспертиза по нашему ходатайству. Но мы также ставим вопрос о вине сотрудников полиции и миграционных органов, которые насильно оторвали ребенка от матери, что, возможно, и привело к таким последствиям. То есть законченный состав – это разрыв ребенка с матерью. Но пока мы проходим несколько кругов судов, и, как видим, все это расследуется в одном деле. То есть действия сотрудников и полиции, и смерть ребенка в больнице Цымбалина – все это расследуется в одном деле. Мы понимаем, что ребенка не вернуть, что никакого эффективного расследования не производится. Они производятся еще и потому, что жертву нарушения, вот саму эту Зарину и Нусову, все-таки принудительно выдворили с территории Российской Федерации. То есть главного очевидца и свидетеля выдворили совместно с телом ребенка, где его похоронили, и никто не знает, где его могила. И, соответственно, эксгумацию провести для проведения каких-то повторных экспертиз невозможно. Мы планируем подать это дело Европейский суд по правам человека по нарушениям права на жизнь, по нарушениям процедуры эффективного расследования и по нарушениям права на совместную семейную жизнь. И это дело иллюстрирует ту тенденцию, которая происходит. Мы думали, что это единичный случай, но оказалось, это системная проблема, потому что, например, в Санкт-Петербурге в центре выдворения невозможно содержать детей с матерями. Там нет таких условий, там вообще нет никаких условий для содержания детей. Поэтому детей отправляют либо в эту больницу Цимбалина, где умрали, либо в приют Транзит. А матерей сажают на выдворение в эти депортационные центры, где они без детей сидят. И как минимум два случая мы зафиксировали это дело Боротовой и Резоевой. Причем сама мать выдворили Боротову отдельно, а ребенок еще две недели находился на территории России в этом приюте и был выдворен отдельно, что нанесло, конечно, огромный стресс и матери, и ребенку. По делу Резоевой, которая сама воспитанница детского дома, когда у нее отобрали ребенка, у нее просто была истерика, и сотрудники центра не знали, что с этим делать, тогда они, так сказать, по своей инициативе привезли ребенка и через решетку показали, что вот он жив-здоров, это было после дела умрали, что не плачьте. И только благодаря нашим усилиям и сотрудникам этого центра содержания, которые понимают, кстати, проблему, но ничего с этим сделать не могут, она была выдворена совместно с ребенком. То есть ей в процедуре выдворения ребенка отдали. Но, тем не менее, она около двух месяцев была разлучена со своей дочерью. То есть мы увидели, что это системная проблема, и все запросы о ДЦ Мемориал омбудсману, полномоченную по правам ребенка, получили подтверждение, что да, в процедуре выдворения вот так разрываем и отбираем, и считаем, что... Ну вот такая практика у нас сложилась. Безусловно, это нарушение статьи 3 и статьи 8 Европейской конвенции, которую мы будем поднимать в Европейском суде по делу Уморали. И последнее дело, которое я хочу осветить, это уголовное дело лица безгражданства из Украины Жанна Лакотош, которая была обвинена в убийстве у ребенка. Причем все обвинение строилось на показаниях только свидетелей на предварительном следствии, то есть на письменных показаниях, потому что в суде все свидетели показали фактически противоположное, что не она убила, а убил конкретный человек, ударив этого ребенка молотком, и поэтому он умер. Но, тем не менее, ее осудили на 9 лет лишения свободы, она находится в колонии, мы подали жалобу в Европейский суд, которая была коммуницирована, правительство ответило, что все хорошо, свидетели, значит, все это на показаниях свидетелей, и мы пишем, что эти свидетели не было вот этого oral hearing, они не были заслушаны в суде, и не было прекрестного допроса. И дети, и дети вот этой вот Жанны также были у нее отобраны, она была лишена родительских прав, то есть еще к наказанию, которое она, как мы считаем, незаконно осужденной, должна была быть оправдана, она еще лишилась всех своих четверых детей, потому что как дополнительное наказание было лишено родительских прав, и дети сейчас будут передаваться в другие семьи. Ну, у меня уже истекло время, спасибо, просто такие фактические примеры того, как происходит в России, нарушение прав тех женщин, которые уже имеют детей, но не могут их в должной мере реализовывать, потому что за нарушение миграционного законодательства, которое не является тяжким, такие тяжкие последствия, как разрыв с детьми, приводящий в том числе и к смерти детей. Спасибо.